но всем велкам это снова я на этот раз я нахожусь центре токио это бизнес район здесь находится большинство офисов и всяких скажем так торговых зданий банков всякие то есть магазинчики вот ты небольшие как видите ты здесь в основном люди ходят скажем так белых рубашках и в черных или в серых брюках то есть это дресс-код большинстве компаний он обязателен то есть непосредственно то есть я хотел сегодня рассказать о работе японской компании именно вот в такой вот в которой работает большинство японцев ну что можно сказать работа в принципе достаточно напряжная у них и я вам так скажу что вот как вы видите да все в основном ходят в первых рубашках костюмах то есть на работу они приходят в костюме это пиджак там рубашка и брюки в летом когда 35 градусов жары или даже больше там может до 39 доходить это очень жарко и очень напряжно ходить и люди просто потные все такие бывают приходят на работу с улиц особенно если компания находится далеко от станции но при этом как бы в обеденное время они могут не носить пиджакет как вы сейчас видите да они не ходят пиджака но они обязаны в них прийти на работу вот то есть чтобы костюм был полный далее как все тут бывает то есть некоторые компании разрешают ходить типа как в кайжал то есть одежда как вот например вот женщина ходит или вот там к примеру ну из мужчин я здесь не вижу такие товарищи то есть вот вот там в синие рубашки там вот коричневым брюках там или серый брюков синие рубашки то есть да это называется то есть кежилл стиль одежды в этом стиле одежды ходят в основном ну скажем так не официальные работники не работники банков и не работники какие-то госучреждений а также и компании которые занимаются но скажем так каким-нибудь развлечением то есть типа там делают игры там или там какие-нибудь сервис оказывают и так далее то есть вот там обычно нет такого строгого дресс-кода я людям предлагает приходить на работу в кежилл в таких вот ну в разных одеждах то есть что еще можно рассказать на компании да в японских компаниях принято перерабатывать чтобы вам там не говорили там во всех ваших там других там блогах и тому подобных то есть японской компании принято минимум сидеть то есть как минимум час полтора-два это минимум при этом человек должен после этого еще сделать как говорится куча работы в это время ну по уму я хотя некоторые сидят просто так но как бы время тянут просто им положено сидят они сидят потом еще некоторые работают до того как пока они уйдет начальник то есть вот начальник уходит и тогда все собираются и уходит или вместе с ним или после него то есть вот так вот то есть донат до 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 момента пока начальник не ушел никто не уходит с места такие есть правила японских компаний а потом далее обычно в обед примерно в это время народ идет кушать ну и собирается там с отделом там два-три человека пять-десять иногда бывает то есть и идут в какое-нибудь местное кафе ресторан бар то есть когда-нибудь там где обеденный ланч есть во всех ресторанах в это время обычно идет ланч тайм то есть там какие-то скидки идут можно недорого покушать в центре в центре города я вам так скажу что в принципе в принципе можно найти дешевую еду вот ну это в таких сетевых магазинах там как бы сетевых кафешках но в основном конечно здесь если идти в какой-нибудь кафе или например бар ресторан конечно цены немного дороговато и тут порядка так где-то тысячи иен тысячи ен за обед это то есть на рубли 600 рублей а если подешевше то можно поесть за 500 ен в два раза дешевле вот например вот там он пиво и вино он пожалуй смотрите аж очередь в обед даже выстраивается а но это шримгарден это креветок сад креветок называется вот там то есть кушают обедают то есть так он этот пиво и вино вечером в эти самые например в обеденное время он является кафе рестораном и люди кушают вот что касается обеда вот сказал далее что касается отпуска то есть стандартно стандартно во всех компаниях независимо вообще от как сказать страны там может быть это и корейская компания американская японская в японии все работают точнее все отдыхают 10 дней году то есть стандартно 10 выходных выделяется на день и человек отдыхать может например взять пять дней там или взять по одному дню там какой-нибудь месяц каждый месяц по одному дню брать примерно так можно сделать будет очень удобно то есть либо же он может взять там два-три дня подряд чтобы там какой-нибудь выходной там на золотой неделе чтобы взять целую неделю отдохнуть вот но все сразу все сразу 10 дней обычно не берут то есть это считается нехорошо и грубо по отношению к остальным работникам но в японской компании в других иностранных компаниях как бы более лояльно к этому относятся мы видим здесь всякие правительственные здания интересно то потом посмотрим вот такие вот тут небоскребы стоят башни всякие тот центр города это парк хибия вот этот парк который находится а там вот находится посольство о посольство но эти правительственное здание японию там с большими флагами то есть даже там какой-то старинное здание с часами вот вот хибия парк написано в принципе красивый парк такой по летнему так сделан пальмы там все дела фонтанчики достаточно интересно журавли такие летают по кругу очень классно вот что еще можно рассказать до побед когда выделяется час многие японцы стараются как бы побыстрее закончить обед где-то за полчаса заканчивается обед и остальные полчаса они вот так вот в парке здесь отдыхает там кто-то курит кто где-то гуляет но в последнее время игра из покемонов в общем и да вот сидят вот все с телефон кто с телефоном вот основная масса это все игроки сейчас я покажу вот там вот чуть дальше есть место где они собираются эти покемон щеки там просто толпами стоят вот что еще что касается зарплат я вам так скажу что от места работы но если например в токио до от места работы зарплата совершенно не зависит да вы конечно можете где-нибудь работать там знаю какой-нибудь крупной компании в японский на прессоне там или panasonic там или например сквай рейникс там или же какой-нибудь к конами то есть но при этом зарплата ваша не будет выше от того чтобы работать в престижной компании а порой даже меньше чем более мелких компаний а все это связано из-за того что более крупные компании снимают более дорогие офисы и платят более больше налогов и соответственно и не штат больше людей и естественно им не выгодно платить этим этому количеству людей большие зарплаты соответственно они платят им чуть поменьше но зато больших компаниях есть много разных бонусов всякие то есть скидки там на путешествия скидки на магазины там на покупку вещей каких-то машины или квартиры все вот это как бы крупных компаний более мелких компаний более высокие зарплаты но вот этих бонусов уже меньше а ну вот я пришел к этому вес месту вот посмотреть сколько народу стоит это все играющие в этот покемон гоу беременные и так весь парк усеянными это парк хибия здесь просто находятся четыре покестопа вот в этом месте и люди туда вешают эти приманки чтобы люди в общем чтобы покемона больше было здесь появлялось и сюда люди приходят их вылавливать в этот парк ну вот то есть примерно я вам рассказал о компании более более менее так что понятно было ну что могу сказать еще про зарплату до среди зарплаты в японии конечно они разнятся зависит от компании но примерно то есть как бы самые высокие зарплаты это вот в медицине то есть врачи больше всех получает там примерно от 6 там до 10 миллионов где-то так получает ну далее там чтобы в эти технологиях где-то примерно от четырех до восьми миллионов где-то так зарплаты средней конечно есть и выше в банковской индустрии там где-то от 3 до 6 или до 7 миллионов получает в сфере обслуживания там соответственно госслужащие тоже где-то так получает но у них высокая пенсия что большой плюс то есть ну вот примерно так вот если будут еще какие-то вопросы обязательно спрашивайте вы задавайте в комментариях но если вам понравилось обязательно подписывайтесь ставьте лайк а мы с вами увидимся в следующих видео до связи